сейчас еще пока вот карта расшарена захват экрана еще тоже для тех кто впервые это услышит так как так в центре и по-прежнему находится если не дразиль она же дерево джамбо двип она же наш дуб там чудеса там леши бродит русалка на ветвях сидит на каждом континенте бы было своего рода эфелева башня или вавилонская башня или приемник который потом разрушили эти все приемники были настроены на это дерево вот и своего рода был интернет с помощью которого континенты между собой общались потом разрушили эту вавилонскую башню да у нас у них то есть связь с материками прекратилась и естественно джамбо двип и а джамбо двип и уже в предыдущих роликах показано но завязано уже на другие соты то есть можно было из друг когда у меня часто задавали вопрос а если межсотовый интернет он есть но у нас он поломан у нас снесли приемники во время второй мировой войны была проблема с японии то у нас войны с ней не было а у американцев с ней было и чтобы не развязать советскому союзу войну с японии сбитых или там каких-то американских вот этих товарищей на которые летали и макс и попадали на нашу территорию или допустим японцы их подбивали там летчиков да и они вынуждены садились на территорию советского союза их брали в плен и потом вывозили причем показывает вывозили через европу там чуть ли не через европу точнее через там среднего азию что ли чуть такое то есть но не самый близкий путь то есть как там говорится что их вывозили якобы там другим путем то есть не с дальнего востока на америку на через европу то есть вот таким под по такому длинному пути то возможно и где-то там в среднюю азию вывозили и они оттуда чудесным образом попадали в америку может быть все намного проще надо как-то залезть посмотреть вот эти вот маршруты ну хотя бы те ляпы которые в фильме до сказано то есть зачем их задерживали переправляли там именно в азию среднюю азию да там и малайзия и оттуда уже в америку то есть зачем такие сложные пути были возможно путь был проще для нас кажется сложным вспоминай много ты сейчас когда узнаешь что мы с американцами на одном континенте туда же война во вьетнаме пир харбор зачем лететь японцам то зна куда через океанках под боком пока не забыл кстати вот кто-то елена по муске дала это во солнце посмотрел эту фотку надо вот на разделить эти два понятия до двух солнце эффект гала вот это как раз таки эффект гала ну да мне тоже на глаза попался я сказал что эта лампочка ну его принято да называть эффект галла это когда одно солнце дает несколько бликов а блик блики дает он она вообще дает четыре блика на самом деле не не два не три там не одно а их два мы я четко видим слева справа верхний свежих сложнее увидеть сложнее но вообще четыре может быть алексей я хочу сказать что я спит тоже думал что это эффект гала думала в сто процентов что это эффект гала потому что должно быть dann круг и должны быть еще какие-то понимаешь где-то блики я смотрела нигде не было только было одно единственное большое яркого такое солнце ну конечно было меньше чем это большое но оно было одно вот это меня больше всего поразило это нач demos да это эффект гала ничего страшного тут и все понимаешь но не было ни круга не было никаких других отражений я видел конкретно только два вот этих солнца это было вчера вот поэтому я не знаю что это было точно. Похоже на лампочку, которую тушили. Вот и все. Алексей, фотография, конечно, фотография идет из машины. Я еду со скоростью 120, может быть, 140 километров в час. Это автобан в Германии вчера вечером. Я когда увидела, я говорю, мы с сестрой увидели, прямо вот мы выехали, прямо перед нами в лобовом стекле стали видны вот эти два солнца. Понимаешь, так ты же не обращаешь внимания. Еду, я еду на дорогу, смотрю, кругом полно машин, грузовых, таких-сяких. Тут боишься как бы, ну сам знаешь, это за рулем, это за рулем. Нужно быть внимательным. Вот. И вдруг вот такое мы увидели. Во-первых, это было очень яркое солнце сначала, маленькое. И оно переливалось разноцветными цветами. Там в основном были зеленый, синий, голубой, бирюзовый. Красного не было. Понимаешь, и желтого тоже не было. Вот. И оно стало вот так переливаться и ярко-ярко гореть. И стало резко тухнуть. Я говорю сестре, кричу, давай быстрее снимай. Сними, сделай фильм. Она говорит, ой, твой телефон вот там. Ну хотя бы на свой. Она пока достала из своей сумки телефон, солнце стало тухнуть. Видишь, и уже остатки вот этого солнца она сфотографировала. Вот что. Но даже не это важно. А важно то, что большое солнце, которое было через полчаса, оно тоже на глазах стало тухнуть. Понимаешь, оно не стало за горизонт заходить. Оно вот как было высоко, так и осталось на одном месте. Но чуть-чуть только снизилось. И потом вот на этом месте застыло и стало постепенно тухнуть. Как будто ей убирают накаливание, понимаешь, или электричество, или меньше энергии дают. Просто оно не заходило за горизонт, оно просто тухло. И наступила потом полнейшая ночь. Вот что. Вот это самое интересное тоже. Вот за этим, пожалуйста, надо наблюдать сейчас всем. Сейчас такое время. Наблюдайте, пожалуйста. Смотрите на небо, у кого тучи нет. У меня, например, сегодня тучи. Ну, я все, что видел, сейчас скажу, когда. Так, мы на дате видели в воскресенье. Почему-то солнце было очень большое. Обратил на это внимание на заходе. Я не знаю, там вроде как объяснял у Макс Гиляя, что на заходе оно может быть там огромных размеров, это связано с атмосферой. Но это не всегда наблюдается. То есть обычно, вот когда красное солнце, да, бывает, что оно большое, там это, здесь оно желтое было. Так, ладно, бог с ним, пусть будет два солнца. Алексей, мало того, что два солнца, так еще второе солнце не заходит за горизонт и тухнет у тебя на глазах. Вот это тоже вообще, извини, волшебно. Где мы вообще живем? Может, нас вообще уже убили и все перелетели куда-то? Может, мы уже живем на Нибиру или где? Не знаю. Вот вообще непонятно. Все поменялось. Я, например, никогда в жизни не видела, чтобы вот так солнце само брало и тухло у тебя прямо на глазах, на небе. Понимаешь? Сейчас мне должна сестра попозже скинуть еще одну фотографию. Где-то солнце там же, но оно уже еще более тусклое. Вот что получается. Оно просто вот на одном месте зависло вот так над этой, над горой, над горизонтом и стало тухнуть. Вот и все. Вот как знаешь, вот бывает накаливание просто. Есть же такие лампочки, когда меньше-меньше напряжение. Вот оно тухнет, тухнет, тухнет. Вот такой же был эффект и достаточно быстрый. Вот что? В чем делать сейчас? Не, возможно, но просто если мы на это повлиять никак не можем, то в принципе для нас это бесполезная информация. Это просто так, для сведения. Если представить, что это лампочка и кто-то ее управляет, ну что же там сделать? Ну выключи там лампочку, ну перетохнем здесь. Вряд ли что сможем сейчас сделать на данный момент. Ну, как бы знать, что ну это лампочка, а не это, да? Ну так может для себя, для информации как бы делать эту проблему я не вижу, потому что, ну это вот как вы посадите муравья, да, там в аквариум, да, поставите лампочку, возьмете и отключите. Ничего сделать муравей? Ну, знать, что он, эта лампочка, что толку-то? Что он делать может? Ничего он не может сделать. Другой момент, если мы можем что-то сделать, но надо докопаться до того момента, где мы можем понять, что мы можем каким-то образом повлиять на это дело. Вот как только мы поймем, что мы можем на что-то повлиять, вот здесь тогда, наверное, стоит рассуждать. До этого момента это просто будет обсуждение, почему дождь идет, да, там, еще что-то там, как вера в богов, да, на этом уровне. То есть ненаучный подход. Да, Алексей, понимаешь, получается, что просто нам так, так нас обманывают очень сильно. Нас мало того, что обманули с космосом, обманули, сначала с Монгола-Татарским, мы их обманули, потом с космосом. И так что дальше мы уже вообще... Я уже говорил, почему нас обманывают. Люди любят, когда их обманывают, и они хотят, чтобы их обманывали, поэтому их обманывают. То есть, когда человеку говоришь, что вот это плохо, не делай так, а он продолжает это делать, но ему нравится, что он же знает истинное положение дел, да, но он не прислушивается к этому, да. И вот это заложено, причем это заложено с детства, дальше это усиливается. Я уже миллион раз приводил пример, как друг мой занимается бизнесом, и с китайцем полгода назад говорил, как же вы будете американцам переправлять товар далеко же, он говорит, да что далеко, они рядом с нами. И показал карты удивительные, и мой друг Саша подумал, что китаец не в своем уме. А когда посмотрел мой ролик, у него все стало на свои места, то есть, оказывается, китаец был в своем уме, для них это нормально, все под боком. На этой карте давайте покажу, где США, где это, значит Индия, спасибо, что хорошо выделяется. Вот она, Китай, вот она, Соединенные Штаты Америки, вот она, тут очки Канада, тут очки, Русь. Все, все на своих местах, все люди пускай, а канадцы, они теперь будут плакать, царапаться в двери, мы не знали, как мне нравится это, пошутила Светлана из Греции, когда мужу в Канаду позвонила, сказала, вот это ж надо было из Одессы щемиться, чтобы попасть опять в Сибирь. Ну вот, поехал в Канаду, а приехал в Сибирь. Сибирь. Субтитры создавал DimaTorzok